Для общего представления компании с 2004 года мы работаем, производим именно микробиологические препараты для растеневодства и животноводства, то есть в том числе ветеринарные препараты. Значит, преимущества биопрепаратов на основе полезных микроорганизмов, я думаю, не буду там особо останавливаться, потому что, думаю, все как бы представляют. Я остановлюсь на предпоседной обработке семян. Значит, этот прием мы проводим давно, именно обработка микробиологическими препаратами. Но при одном условии, при обязательной фитоэкспертизе семян, чтобы выяснить, какая патогена микрофлоранах на семенах. И в первую очередь, конечно, отследить головню, потому что по головне микробиологические препараты эффективность невысокая. То есть это вот основной нюанс, который надо в обязательном порядке, так сказать, отслеживать. Ну и работают они против корневые гнили, это фузолиозы, альтернариозы, присневения семян и так далее. То есть в этом плане проблем нет. Это такие препараты, как гестимфит марка А, 2,4 литра, гестимфит марка Ж, 1,3 литра. Значит, гестимфит марка А, это чисто фунгицидная часть. Это там несколько штаммов, то есть и грибных, и бациллярных, которые обладают фунгицидными свойствами. Есть гестимфит марка Ж, это чисто стимулирующие, то есть это ассоциативные микроорганизмы, азотфиксаторы, фосфоролитики, штаммовырабатывающие аминокислоты. То есть хорошие стимуляторы в этой, так сказать, комбинации, они очень хорошо работают. Есть, ну и к тому же цена здесь указана на тонну, сколько это получается, допустим. Дальше я. Вот то, что мы рекомендуем в этой части, еще раз повторю, при обязательной фитоэкспертизе семян. Это гестимфит марка А, вот 3 литра на тонну, стоит 242 рубля литра, это 726 рублей. И гестимфит марка Ж, это 2 литра 130 рублей, литр стоит 260 рублей, это получается. Ну и гумеллюкс 2 литра на тонну, это такой, в общем-то, комфортный состав и по эффективности, и по стоимости. Вот 1242 рубля на тонну, это при норме весе, допустим, 220 килограмм, ну, кто-то больше, кто-то меньше сеет, ну, по крайней мере, стандартно. Это 274 рубля на гектар. То есть сюда практически ничего не надо добавлять. Ни, так сказать, микроэлементов и так далее, это оптимальный состав, он отлично получается. То есть, еще раз повторюсь, это экспертиза семян, остальное. Ну, к тому же преимущество, ну, если, допустим, химический протравитель, здесь много говорили о том, что, ну, все ели в сухую почву и лежали семена там и месяц, и 2, и 3. То есть, в любом случае, ну, срок действия химического протравителя, задействующего вещества, оно снижается и, в общем-то, практически, когда наступает период сходов, он практически не защищает. В отличие от микробиологии, то есть здесь при наступлении благоприятных условиях микроорганизмы размножаются, то есть, как бы, прорастают споры, и они работают в этом слое почвы, в том числе защищая, так сказать, и проростки зимой пшеницы. То есть, это один момент, который немаловажен. Второй момент, как правило, вот сходы здесь мы получаем, ну, на 2-3 дня, а то иногда до недели раньше, чем при обработке химическими протравителями. То есть, ну, в любом случае, химические протравители, они вызывают токсическое действие на семена, это, как бы, задерживают, угнетают, скажем так. То есть, вот это вот, что касается семян, как бы, преимущества, ну, и недостатки, я уже сказал, вот, фитоэкспертиза и головня. Значит, есть имфитмарка, это вот триходерма в обязательном порядке и бациллярный препарат. Это у нас, в любом случае, триходерма, какая бы она ни была, и кто, как бы, к ней не относился, но это, так сказать, лучший вариант по эффективности с корневыми гнилями, ну, в первую очередь. Есть имфитмарка, ну, я уже сказал, что работает по всем, фузолиозный, циркосфолиозный и так далее. Есть имфитмарка, это вот трештам, азаспирильм, бразилийцид, бацилюсмегатериум и хитомиум глобус. Азаспирильм – это азотфиксаторы, бацилюсмегатериум – это фосфоролитик, который переводит фосфор в доступную для растений ситуацию. И хитомиум – это, ну, скажем так, микоризный штамп. Они обеспечивают водный доступ к растению элементарно-минерального питания, в том числе атмосферу азота, хосфорайкалия. Очень, так сказать, хороший, хороший этот состав. В первую очередь, мы в обязательном порядке рекомендуем его применять при обработке семян и первую обработку совместно с гербицидами по вегетации. Ну и, как бы, несколько слайдов я покажу по, так сказать, по результатам. Это вот Динской район, это КФХ-коробка, здесь отрабатывали и семена. Вот. И потом вторая обработка была совместно с гербицидом, то есть вместо фунгицидной части и химической, там и старой экстра. Здесь БСК-3, есть и ФИДЖ, о том, что я говорил. Значит, по флаговому листу начало калашение. Это химический фунгицид, то есть осадков в этом году много. Где больше осадков, фитосанитарное состояние сложнее, и поэтому биология в данном случае работает сложнее. Поэтому там, где суши, мы можем в определенных условиях и обходиться биологией. Где больше осадков, то есть применяется такой метод. Ну вот урожайность такая сложилась, вот 2,3 центра там прибавка. Ну и затратную часть, я как бы обращаю внимание, что прибавка, ну по крайней мере тут урожай не ниже, а затраты на 1202 рублей ниже. То есть это немаловажно, но всегда немаловажно, экономика она всегда, так сказать, немаловажна. Значит, второе поле, это вот по кукурузе на зерно, второе поле по подсолнечнику. Такая же схема, затраты урожайность здесь, ну она равная, 1,2 центра, это, так сказать, ну как минимум до 2 центра мы как бы не считаем там прибавки или обыль, то есть это как минимум. Вот, но затраты вот они такие. Значит, ну это вот по-атаманской было, это, ну тогда еще БСК-3 был, ну я имею в виду, что здесь семена обрабатывали и потом работали по вегетации. То есть урожайность равная, затраты на 975 рублей ниже. То есть, ну это выгодно. Здесь также, видите, урожайность равная, затраты те же. Ну и по Ростовской области хотел обратить внимание, это вот обработка поздневных остатков была, БСК-4 литра с гуматом, да. Вот, КАС уносился здесь везде, они уносили по 150 килограмм. Значит, вкущение БСК-5 глюзгистимфидже в этот, и в колошение мы Амистар-3, вот, то есть мы сделали здесь минимальную дозу биологического, химического фунгицида Амистар-3, вот, если в стандарте литр, мы делали 0,5 литров, 2 литра БСК-3. Урожайность получили, ну, видите, здесь получилось очень даже неплохо, предшественник, здесь из зимы пшеница, то есть 59 центов и 64, 5 центов рыбалки получили. Ну, в том числе и затраты, пусть они там не 1000 рублей, но 456 рублей дешевле на 400, это тоже деньги. Ну, это вот Родина, это в Каневском районе, ну, это группа компании Степ, да, вот получили урожайность тютелька в тютельку одинаковую, 68,9, ну, грубо говоря, 69 центов, затраты на 847 рублей дешевле. То есть, здесь также последняя обработка, вот, была минимальная норма химического фунгицида плюс биологический препарат. То есть, ну, это выгодно. Здесь, вот, в Кущевском районе, это, как бы, тоже урожайность, видите, ну, невысокая, 2,3 центера, 472 рубля. Также первая обработка полностью меняем, вторую обработку с минимальной нормой химической. Ну, это вот Красногорняцкий район, тоже, ну, Горняк, тоже здесь вот урожай такой получили, 41,766, то есть 4,8 центера. Затраты на 588 рублей, так сказать, ниже. Также совместно вторая обработка. Ну, вот, у Виктора Викторовича проводили испытания, тоже самое, первую обработку БСК с гестимом, вторую обработку, вот, биология с минимальной нормой химического фунгицида. Урожайность получили одинаковую, ну, 0,7 центеров, как бы, стандарт выше. Затраты на 859 рублей ниже, чем стандарт. Ну, вот, примерно такие данные, я коротко, чтобы не задерживать. Дальше я все-таки хочу остановиться вот на этом слайде. Это обработка, так сказать, пожневных остатков. Значит, в первую очередь, для чего проводится? Для сержения патогена микрофлоры в почве. Ну, производственники в большинстве своем всегда задают вопрос, что нам надо, ну, или, как бы, нацеливать, разложить солому любым способом, и, как бы, больше на это, так сказать, уделяют внимание, чем на снижение патогена микрофлоры в почве. Хотя, как бы, наша задача, в первую очередь, снизить численность патогенки. В том числе, по таким, ну, в первую очередь, по таким предшественникам, как полупар, кукуруза, не зерно. Но, да, сейчас, в общем-то, и по подсолнечку там не все гладко, и сахарной свекли в том числе. Потому что, особенно там, где насыщенные, так сказать, посевы сахарной свеклы, там просто свекла вот в зарязной гнили, она, начиная от сходов, и там до четвертого листа она просто загибается. То есть, пропадает, загнивает, засыхает. Поэтому, здесь мы рекомендуем, вот, ГСТМ, один литр, или второй вариант ГСТМ-фит, 3-4 литра, просто здесь, плюс, если там триходерма, то здесь и бациллярные препараты, и деструкторы, то есть, мы усилием, как бы, деструктивную часть. Вот, она, вот, по такой цене, плюс гумат, вот, плюс амирочная селитра, или азот, там, в пределах 10 килограмм в физическом весе. Это, вот, затраты 700 рубля. Ну, мы сравниваем, вот, с амирочной селитрой, ну, до сих пор многие хозяйства вносят для разложения азот, да, кто-то 100 килограмм, кто-то 50, кто-то больше. Ну, особенно в сухую погоду, внесение вот этой амирочной селитры, это в большей степени просто деньги на ветер. Она просто, если там и остается килограмм 20, это селитр, это в лучшем случае. В последнее время начали практиковать внесение касса, ну, здесь усвояемости, как бы, ну, здесь больше уже этот прием проводится, как основное внесение азота, практически, если с кассом. То есть, это вот такая, такие рекомендации. Хочу подчеркнуть, заканчивая, что это от одной обработки, вот, по поздневным остаткам мы не изменим ситуацию в почве, там, сказать, баланс микроорганизмов. Поэтому необходимо променять, ну, как минимум, 3-4-5 лет для того, чтобы... Но уже с первого года мы снижаем, так сказать, в данном случае антагонист, триходерма та же, она, как бы, затормаживает развитие того же фузариоза. То есть, есть спора, есть кому бороться. Уже, как бы, начинается этот процесс, так сказать, замедление развития этой патогенной микрофлоры. Ну, в принципе, Игорь, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Вообще-то селитром нужно, чтобы вот эта вся микрофлора питалась. Совершенно верно. Вот. А ты говоришь, что не надо. Мы даем в растворе, я же сказал. В случае, вот посеять, там вот такой пройдется урожай. Вы, как основное удобрение, вносите селитру, касс, что угодно. Но для питания микроорганизмов мы... В растворе, я вам сказал, там, и на схеме видно. Мы даем литр гумата плюс аммиачная селитра 10 кг физического веса. Это как питание микроорганизмов. Мы не заменяем здесь внесение... Удобрения вообще мы не заменяем. Это совершенно другие цели. Поэтому я... Селитра нужна. Селитра нужна как основное внесение удобрений. Но просто когда хозяйство говорит, что мы вносим 100 кг для разложения взломы, то это абсолютно бесперспективно. Потому что бросили... То есть там тоже надо проводить определенные мероприятия, в том числе, если уж вносите, то заделать эту селитру, для того, чтобы она работала и не улетела. Буквально несколько, два слова я хочу добавить, не могу не сказать. Важнейший вопрос обсудить с вами, уважаемые коллеги. Это биометод. Значит, ну, жаль, что не все всерьез ее воспринимают. И вот мы с академиком Лукомцов Вячеславом Михайловичем беседовали на этот счет. Он говорил, ну, совершенно очевидно, кто раньше поймет эффективность и важность этого метода, значит, тот только будет выигрыш. Единственное, опять нужно включать мозги, это делать постепенно, это делать не сразу. Вот давайте все, в частности, в нашей компании, вся площадь колоссовых мы обрабатываем. Мы забросили уже три года назад, значит, этот прием, как внесение аммиачной селитры, хотя, Анатолий Ильич, мы вносим и основное удобрение. И подкормка, 2,5-3 селитра селитры мы даем весной. Обязательно 2-3 приема. Никто не умаляет. Но для деструкции использовать это действительно в жару, когда 40 градусов, она через 15 минут, ее нету. А мы говорим, мы там обработали и прочее, прочее. Мы применяем на основе треходермы гиастим, его тоже с умом обязательно в ночное время. И эффект получается замечательный. Я вам такой крестьянский пример приведу. Значит, почвы у нас не очень были. Мы четвертый, пятый год применяем эту систему. Прошлый год и в этом году весной на полях, при ранней весенней обработке, мы увидели дождевых червей. Это характерный показатель, что идет оздоровление почвы. Но настолько мы ее загубили. Но, значит, вот Сергей Борисович очень грамотно все это показывает. Осилить, потому что тоже денег стоит. Все это нельзя. Но вот это направление, на наш взгляд, это первостепенно. Особенно 4 года назад нас буквально загубило. Трагедия была на зиме пшеницы. Значит, фузариоз. Это была страшная трагедия. Когда его по 3 рубля не продаж было. Килограмм пшеницы. И вот этот момент, тот заставили, с того года мы стали заниматься, понятно, и таких всплесков не было фузариоза. Но мы сейчас даже признаков его не видим. Даже признаков его не видим. А именно только этим же можно защититься. Но только должна быть система. Мы очень этим считаем, это очень важно. Причем очень важно в плане совмещать это понимание, это технологии с производством семян.